Всякое дело нужно начинать с молитвы. Вот и работа нового арбитражного суда в Липецке началась с освящения здания. Чин освящения совершил митрополит Липецкий и Задонский Никон. Из сотрудников арбитражного суда Липецкой области состоялось важное событие. Новый дом правосудия, который был построен меньше чем за два года, осветил митрополит Липецкий и Задонский Никон вместе со священнослужителями епархии. В соборной молитве приняли участие работники суда и его председатель Галина Дмитриевна Ролдугина. Мы обязательно должны были бы обратиться за помощью Господа для того, чтобы Он защищал нас в этом доме, благословил нас на этот путь. И для тех, кто приходит к нам в суд, рассчитывая на защиту, рассчитывая на законные решения, на мудрые решения, чтобы они были под защитой Господа. Арбитражные суды, согласно Конституции Российской Федерации, рассматривают экономические споры между юридическими лицами и предпринимателями. Работать здесь непросто, ведь за каждым подписанным судебным актом стоят человеческие судьбы. Представьте себе, выносим какой-то судебный акт в отношении одного предприятия. Ну на слух, ну одно предприятие, а там может работать 30-40 тысяч, ну как например на нашем новолюбинском комбинате. Либо крупные вообще у нас есть холдинги и так далее. И в результате на улице без работы, без куска хлеба могут остаться тысячи людей. То есть последствия от принимаемых тобой решений, они очень велики и очень серьезные. После освещения Калина Ролдугина показала правящему архиерею здание суда, которое отвечает всем современным требованиям судопроизводства. Павел Колобаев, Евгений Хридина, телестудия «Свет миру Липецкой епархии» для православного телеканала «Союз». Продолжение следует...